ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! С вами Бивер и Настольные Игры. И сегодня мы поговорим об игре Treasure Hunter от Ричарда Гарфилда. Эта игра рассчитана от двух до шести игроков. В этой игре игрокам предстоит примерить на себя роль искателей сокровищ, которым необходимо забираться на вершины достиженных гор, опускаться в лавовые пещеры, а также пробираться через запутанные джунгли в польсках разнообразных сокровищ. Однако, маленькие гоблины не хотят допустить этого. Ну что ж, давайте рассмотрим эту игру немного подробнее. Здравствуйте, это Кэтрин Роузен из BoardGameGeek. Я нахожусь здесь, Франк Тибен из Queen Games, чтобы поговорить о Treasure Hunter. Да, Treasure Hunter это новая игра от Ричарда Гарфилда. Она рассчитана от двух до шести игроков. Она быстро раскладывается, что довольно хорошо. И это игра с механикой набора карт. Чем мы занимаемся в этой игре, мы искатели приключений. Вот такие парни. Невероятная арт на картах. Да. Фактически у нас три цвета. Синий, зеленый и красный. На всех них написаны номера от одного до двенадцати. Что мы собираемся делать, это на поле есть вот такие вот три секции. Ледяные горы, запутанные джунгли и лавовая пещера. И мы пытаемся забрать сокровища оттуда. И делаем мы это с помощью набора наших карт. Каждый получает по девять карт, и затем мы играем все наши карты. Мы начинаем с синих. Каждый игрок размещает свои все синие карты на стол. Затем мы считаем очки. У кого сумма больше, получает максимальное сокровище. А у кого меньше из тех, получает минимальное. Игрок, который посередине, не получает ничего. Если у вас нет синих, или вы опускаетесь ниже единицы, вы не получаете сокровищ вообще. Не всегда случается так, что максимальное сокровище лучше. Если обратить внимание на красный, то тут минус. Вам он не нужен. Есть три вида сокровищ. Просто очковые. Минусовые сокровища. И желтые. Это свитки, которые вы можете обменять в любой момент. Пяти раундов игры, чтобы получить дополнительные деньги. В этом свитке, к примеру, говорится, что вы получите по три золотых за каждую красную карту, разыгранную в этом раунде. То есть, чем больше вы их разыграете, тем лучше. Это первое задание. Собирать эти сокровища на протяжении пяти раундов, получая максимальные очки. Однако, в то время, пока мы охотимся за сокровищами, эти коротыши приходят и пытаются украсть наши заработанные монеты. И вот зачем нам нужны эти парни. Сторожевые псы. Это обозначает, какова их сила, и вы должны достичь силы гоблинов на этом пути, чтобы победить их. Это подходит для того и этого, но не этого. Если у меня будет три, я смогу победить всех. Если у меня сила единица, я должен заплатить разницу монетами. Этому и этому серебро. Однако, интерес в том, что как только все оплатили, мы сравниваем нашу силу. У кого она наибольшая, забирает всех гоблинов вместе с монетами, которые лежат на них. То есть, мы потенциально воруем монету у противника. А они приносят очки в конце игры? Да. Они все дают по одному очку. Как долго длится партия в игру? Это зависит от количества игроков. Но обычно партия занимает около 30 минут. Это очень быстрая и веселая карточная игра. И мне она очень нравится. Спасибо большое. Это был Treasure Hunter от Queen Games.